Здравствуйте! Вы смотрите программу Вести Детально. В студии Марина Дмитриева. Смотрите сегодня в выпуске. Обнесут забором и законсервируют. В центре города завершили работу по разбору завалов на территории бывшего типографского комплекса. Высокий градус бьет по кошельку. Жители Сызрени жалуются на слишком горячие батареи. В памяти Александра Бакуменко в Сызрени завершился юношеский турнир по боксу. В центре Сызрени завершили работу по уборке территории типографского комплекса. Здание бывшей типографии и особняк Куца Пережогина планируют обнести новым ограждением. О дальнейшей судьбе этих объектов узнала наша съемочная группа. О том, что в этом здании между театром и администрацией располагались типографии и редакции газет, сейчас мало что напоминает. Запах печатной краски давно выветрился и сменился на другие, менее приятные ароматы. Горожане неоднократно озвучивали просьбы привести в порядок эту территорию, где кроме самой бывшей типографии, построенной в советские годы, находится объект культурного наследия – особняк Куца Пережогина. Здание бывшей типографии, расположенное на улице Советская, пустует уже более 10 лет. За это время пустующее строение стало излюбленным местом для лиц без определенного места жительства. С завидной регулярностью пожарные выезжают сюда тушить возгорание мусора. Теперь доступ к этому объекту планируют закрыть. На днях строительная организация завершила работы по сносу аварийного здания, не имеющего культурной ценности, вырубила ветхие деревья, вывезла мусор. В ближайшее время здесь планируют сделать новое ограждение. Директор фирмы-собственника зданий сообщил, пока никакого капитального строительства здесь не намечается. Никаких там строительств не планируем, чисто мы наводим там порядок, поставим ограждение и посадили туда еще охранника. Объект культурного наследия, возможно, там использовать его очень мало возможностей. Для использования необходимо там сделать, конечно, ремонт, привести его в соответствие, но нужны достаточно большие инвестиции, поэтому мы на сегодняшний день проводим просто консервацию. Марина Дмитриева, Сергей Инкин. Вести детально. 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В литературном объединении Сызрани насчитывается более 30 поэтов. Наш корреспондент Анатолий Волошинский узнал, что служит источником вдохновения для местных мастеров слова и как рождаются строки о насущном и прекрасном. Прежде чем рифмовать, он читает прессу. Сызронский поэт Вячеслав Харитонов согласился показать, как на самом деле пишутся настоящие стихи. Берешь газету, и вдохновение приходит вместе с новостями. Политика, экономика и край родной. И тут первая строчка появляется сама собой про телевидение. Когда же брат из книжек вызнав сказал, что в каждую семью войдет привычный телевизор, мы не поверили ему. Казалось это невозможным. Был телевизор бы нелеп в углу, где мама осторожно хранила карточки на хлеб. Он говорит, примерно так технологично работал и Владимир Маяковский. Стихи, конечно, можно делать как табуретки, но ему ближе поэзия настроения. Я такие стихи не люблю, которые сделаны. Хотя я сам пишу иногда по заданию, редакция писала сколько раз. А самые хорошие, когда они рождаются сами. Вот есть строчка первая, и все, как прорвал у тебя. Первые строчки он написал еще в четвертом классе. Это были стихи о Волге. Затем стал лауреатом Всероссийского конкурса поэтов в Москве. С тех пор Вячеслав Харитонов сочинил более полутора тысяч стихов и стал членом Союза писателей. Его жена Надежда Николаевна говорит, главное создать для поэта условия. Частенько закроется и сидит там весь день. Не пообщаться, ничего. Трудновато, но интересно. С таким человеком или жить, или не жить. Вот живем уже 46 лет. И снова рабочий стол, блокнот и компьютер. Пишет он в небольшой комнате, а еще чаще стихи рождаются во время прогулок в лесу. Иногда я приносил вот с походов за грибами по пять стихотворений сразу. Домой только придешь, записать надо. Я уж после стал брать с собой карандашик, записную маленькую книжку и карандашик. Потому что если сразу не запишешь, можешь и забыть. Чтобы помнили, нужно печататься. Но проблема современных поэтов в том, что их сочинения практически не издают. В советские годы Вячеслав Харитонов на гонорар от небольшой книги мог приобрести автомобиль. А теперь говорит, печатают такое, что иногда лучше не читать. Не болтай, молчи, о боже, хоть на миг замкни уста. Присмотрись к себе построже, жизнь без омутов пуста. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально. А мы переходим к другим темам. Сызранский нефтеперерабатывающий завод готовится к расширению ассортимента. Речь идет о новых битумных материалах. Продукция, изготовленная на местном предприятии, уже себя зарекомендовала. Сызранский битум лег в основу гоночной трассы для Формулы-1 в Сочи. Максим Попов с подробностями. Сызранский НПЗ выпускает практически все востребованные битумные материалы. За 2016 год потребителям направлено более 400 тысяч тонн битума. География поставок – около 40 российских регионов и ближнее зарубежье. Контроль качества производства битумов нефтяных дорожных вязких обеспечивается центральной заводской лабораторией и затрагивает все цепочки производственного процесса. Актуальные проблемы отрасли, вопросы расширения ассортимента, перехода на новые виды битума, повышение качества, особенности транспортировки битумных материалов – все это обсуждалось в рамках деловой программы технического семинара по битумным материалам. В семинаре приняли участие представители Сызранского НПЗ, Роснефть Битум, профильные НИИ, РН Транс и официальные дистрибьюторы битума. Сызранский НПЗ готов расширить свой ассортимент битумов, конкретно по ГОСТам 33-133 2014 года. Завод готов модернизировать свои установки, а именно по битумному производству, под потребителя. О высоких потребительских свойствах Сызранского битума говорит тот факт, что именно он лег в основу скоростного трека «Формулы-1 Сочи Автодром». Для производства битумных материалов «Альфа-Бит» в качестве сырья применялись дорожные битумы Сызранского НПЗ. В настоящее время компания «Роснефть» реализует в АО «СНПЗ» модернизацию битумного производства с переходом на выпуск улучшенных марок битумов, соответствующих новым стандартам качества. Цель основная сейчас получить именно обратную связь от потребителей, какие марки битумов необходимы, в каком ассортименте и в каком направлении необходимо двигаться и развиваться заводу, что за собой влечет увеличение производительности, а также соответствие новым требованиям Росстандарта. Также одной из основных целей является именно сближение потребителя и производителя битумного производства. Особое внимание на семинаре было уделено развитию в АО «СНПЗ» новых сервисных предложений для более качественного удовлетворения потребностей конечных потребителей. Максим Попов, Дмитрий Медведев, Вести детально. Идем дальше. В Сызрине завершился турнир по боксу в памяти заслуженного тренера Александра Бакуменко. В отделении бокса, открытом по его инициативе, в 70-х годах в спортшколе воспитано немало чемпионов. На соревнованиях в памяти Бакуменко побывал наш корреспондент Максим Попов. В «Фоке надежда» прошло первенство Самарской области по боксу среди юношей 13-14 лет в памяти заслуженного тренера России Александра Бакуменко. Именно благодаря его участию в 70-х годах прошлого века Сызрин получила первый виток развития бокса и первых чемпионов. Мы сейчас наблюдаем тоже новый виток развития федерации в плане организации мероприятий. Видите, с какой даже помпезностью это проводится, с торжественностью, что придает большую значимость этому событию. Ну, соответственно, привлекает очень много внимания со стороны горожан. Областное первенство в Сызрине посетило немало почетных гостей. Один из них – Виталий Коченовский, обладатель Кубка мира по боксу, писатель, актер и радиоведущий. Виталий Коченовский в разные годы снялся в нескольких художественных фильмах. Семеныч, иди ты на бокс со своим Ваней. У меня предчувствия. С предчувствиями. И с Ваней. Иди на бокс. Найдешь парня хорошего – приходи, поговорим. Первый раз в Сызрине никогда не был в вашем краю. Проехали только поэтому. Мне очень город понравился. Самые такие красивые места показал. То, что очень много у вас церквей, храмов – это очень так умиляет душу. Ну, что я хочу сказать. Современный бокс на сегодняшний день держится на таких людях, как Сергей Иванов. Мало того, что он все делает для Сызранского бокса, он еще старается наладить контакты с большими регионами. Потому что бокс, он требует боевой практики. Виталий Коченовский вручил представителям Сызранской Федерации бокса две своих книги «Жизнь как третий раунд» и «Российский спорт. Нокаут или нокдаун». В церемонии вручения ценных подарков перспективным сызранским боксерам и тренерам приняла участие внучка Александра Бакуменко – Елена Федосеева, которая сейчас занимается развитием кроссфита в Сызране. Кроссфит – вообще это иностранное название. По-простому, по-нашему, это круговая тренировка, то есть ОФП – общая физическая подготовка. Рассчитан на выносливость. Это неотъемлемая часть боксеров, так как в боксе нужна физическая подготовка. И тем самым Елена Федосеева несет в себе продолжение своего дедушки. Что же касается самого чемпионата, то за его медали в течение четырех дней боролись более 120 юных спортсменов из разных уголков нашего региона. По итогам соревнований с 19 сызранских боксеров семеро стали чемпионами областного первенства. Золото соревнований у Дамира Сальникова, Никиты Неизвестных, Ильи Горшенина, Кирилла Мирошина, Сергея Седова, Егора Крищенко и Вазира Авдаяна. Именно эти ребята получили право защищать честь Сызрани на первенстве Приволжского федерального округа, который пройдет в Терли-Тамаке. Столь успешное выступление сызранцев обусловлено качественной подготовкой к областному первенству. Перед данным турниром мы провели городские соревнования первенства города, отобрали сильнейших ребят на область. После первенства города мы еще в спортивном клубе «Грузавтра» провели сборы. Мальчишек готовили. Также я принимал участие в подготовке ребят. По окончании турнира руководитель управления физкультуры и спорта Владимир Егоров вручил благодарственные письма от городской администрации за вклад в развитие спорта Сызрани. Тренеру-общественнику по боксу Сергею Степанову, председателю Федерации смешанных единоборств Риналью Бахтиярову, заместителю председателя Сызранской Федерации бокса Юрию Маслову и журналисту Федерации Александру Козлову. Максим Попов, Никита Кожевников. Вести детально. В Сызрани открылась выставка местной художницы Галины Пушковой. Курсанты Сваул провели учебные стрельбы на вертолетах. Эти и другие новости узнаете прямо сейчас из рубрики 163 секунды. Министерство обороны распространило видео со стрельбами, которые провели курсанты Сваул на вертолетах Ми-8. На полигоне по Сызранью курсанты Сызранского военно-воздушного авиационного училища летчиков продемонстрировали свою летную подготовку. Во время экзамена, помимо теории, курсантам предстояло показать мастерство пилотирования вертолетом Ми-8 и открыть огонь по наземным целям. Представители Минобороны рассказали, что выпускники предварительно проходили практику, которая длилась два месяца. Помимо полетов по маршруту, курсанты отработали маневрирование, пуск неуправляемых ракет и стрельбу из авиапушек. По словам представителей Минобороны, на протяжении пяти лет курсантов готовил многочисленный инструкторский состав, который обучил молодых людей отличным качеством. Большинство курсантов получили высокие оценки по результатам в технике пилотирования и авиации боевого применения. Воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ Самарской области и соседнего Вольска приняли участие в открытом городском конкурсе «Аплодисменты». В Сызерской школе искусств имени Островского свое мастерство показали исполнители на духовых и ударных инструментах. В рамках конкурса прошли прослушивание, праздничный концерт, а также семинар-практикум. В жюри вошли ведущие специалисты в области искусства. Я вчера два мастер-класса дал, я имею в виду в разных возрастных категориях, людей очень много было. И понимают, вот сейчас даже слушают тех, что я им подсказывал, они уже играют лучше и интереснее. Конечно, конкурс очень хороший у нас проходит, и я просто счастлив, что меня пригласили сюда. Я впервые здесь, но надеюсь, что и последний раз. Прекрасный конкурс, очень много талантливых, блестящий конкурс. И считаю важно, чтобы талантливые дети могли себя таким образом проявить и выступить перед жюри. По итогам конкурса лауреаты были награждены грамотами и дипломами в четырех номинациях. Деревянные музыкальные инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты и ансамбли. Выставка «С любовью к миру» известной художницы Натальи Пушковой открылась в выставочном зале библиотеки филиалий номер 18 в Юго-Западном районе. На выставке представлены около 20 избранных работ, написанных в разные годы. Наталья Пушкова работает в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа и называет себя свободной художницей. Как у мамы каждый ребенок свой единственный и уникальный, так и для художника каждая работа, в общем-то, она написана в свое время, в своих обстоятельствах, в свое настроение. Поэтому она тоже для меня, каждая работа чем-то запомнилась, в какое-то время написана, а настроение для того, чтобы написать, всегда есть. Открывшуюся выставку посетили ученики средней школы. Также приехал поздравить Наталью Пушкову председатель городской думы Сергей Ананьев. Стоит отметить, что работы Натальи Пушковой хранятся в фондах музеев и художественных вузов, а также в частных коллекциях России, Германии, Франции, США, Великобритании. Выставка будет работать до 25 апреля. Выпуск продолжит рубрика «Хочу сказать», посвященная Всемирному дню поэзии. Далее дежурная по городу Кристина Солодкова расскажет о проблеме жителей дома на улице Декабристов, которые жалуются на слишком горячие батареи. Завершит эфир рубрика «Счастье рядом». Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Есть женщина в русских селениях с спокойной уважностью лиц, с красивой силой движения, с спокойностью уважностью лиц. Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно серебром. По домам бродит привидение, везде шаги над головой, на чердаке мелькают тени, по домам бродит дымовой. Везде болтается, не кстати, мешается во все дела, в халате кроится кровать и мешается во все дела. Поэзия мне не очень, мне больше заставили, ну такие вот старые. Сарабулгаков, мастера Маргарита. Наверное, это очень популярные строчки «Мороз и солнце». День чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открылась нам вкнутый некий зорный, встречу северной авроры. Задоя севера и весь вечер, ты помнишь, с юга злилась, на мутном небе мгла носилась. А дальше я что-то забыл. Здравствуйте. Жильцы вот этого дома по улице Декабристов жалуются, что в их квартирах слишком тепло. Как выяснилось, горячие батареи приносят проблем отнюдь не меньше, чем холодные. Собственники квартир уверены, что высокий градус заметно бьет по их кошельку. Отопление – самая большая статья о расходах в квитанциях. К примеру, жители трехкомнатной квартиры зимой за эту услугу платят почти 5000 рублей. Жаловаться на недостаток тепла не приходится. Даже наоборот, его здесь так много, что жильцам приходится открывать окна и отапливать улицу. С 1 ноября, когда подключение полностью пошло, мы стали задыхаться. Задыхаться в доме. Открываем окошки. Батареи все закрыты одеялами. Какие можно отключали. В самочувствии, конечно, мы, вот даже скажу за весь дом, что переболели. Скорые часто приезжают. И удавление у людей поднялось. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию. Сейчас, когда на улице заметно потеплело, батареи топят не так сильно. Однако, даже после проветривания, температура в квартире не падает ниже плюс 25 градусов. Две «Лады Приоры» столкнулись на улице Мира накануне вечером. Авария произошла вот на этом перекрестке в районе железнодорожного переезда. В результате ДТП пострадали двое мужчин. Известно, что оба водителя были трезвыми. Авария произошла 20 марта около 8 часов вечера. Один из автомобилей поворачивал с улицы Мира в сторону ЖД переезда и получил удар вбок от другой «Приоры», ехавшей прямо. Пострадавший 38-летний мужчина получил черепно-мозговую травму. У второго пострадавшего, 20-летнего мужчины, ушибленная рана руки. А на этом я обзор происшествий заканчиваю. Будьте аккуратны на дорогах. До встречи! Семилетняя Лера старательно поливает цветы. Сегодня она дежурная в группе детского дома. Воспитатели доверяют ей разные хозяйственные дела. Убрать игрушки, поставить тарелки к обеду. Кроме этого, Лера не должна забывать про уроки. Девочка учится в первом классе на индивидуальном обучении. Программа осваивает с трудом, но она старается. Получает уже все хорошо. Девочка очень дружелюбная, ласковая. Контакт находится со всеми детьми, со всеми взрослыми. Очень дружелюбная, со всеми ребятками играет хорошо. Лера легко входит в контакт с любым человеком, хотя временами и стесняется. Девочка вполне самостоятельна, полностью себя обслуживает, помогает детям и взрослым. Это у нас каждый день одна и та же история. Мы каждый день собираемся домой. Очень девочка хочет в семью. Очень хочет к маме, очень хочет к папе. Мама, гадди домой. Узнать больше о Лере и познакомиться с ребенком поближе можно в Управлении семьи опеки и попечительства по адресу Советская 28 или по телефону 98-54-17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова